Алмазбек Атамбаев. Экс-президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев был непримиримым противником проявлений семейственности и клановости во власти. Возглавляемая им социал-демократическая партия Кыргызстана всегда находилась в авангарде борьбы с несправедливостью, кумовством и коррупцией. Во многом именно благодаря Алмазбеку Атамбаеву и его организаторскому таланту, народ Кыргызстана сумел одержать победу над семейно-клановым режимом Бакиевых и подойти к построению демократических институтов в Кыргызской Республике. Алмазбек Атамбаев в 2009 году, как самый видный член Объединенного народного движения БЭК, был избран единым кандидатом от оппозиции, чтобы противостоять Курманбеку Бакиеву. Но тогда победа кандидата от СДПК была нагло украдена на нечестных выборах. Грандиозные подтасовки на выборах, продолжающееся угнетение Бакиевыми собственного народа привели к тому, что уже через год в стране назрела предреволюционная ситуация, вылившаяся в захват здания государственной администрации в Таласской области 6 апреля. Уже ночью 6 апреля 2010 года, за день до апрельской народной революции, лидер оппозиции Алмазбек Атамбаев был арестован спецотрядом «Альфа» в собственном доме. 7 апреля именно возле принадлежавшего лидеру оппозиции Алмазбеку Атамбаеву здание форум начали собираться возмущенные преступными действиями властей граждан Кыргызстана. Остановить возмущенный народ, требовавший уважения, справедливости и свободы для своих лидеров, клан Бакиевых уже не сумел. Будучи первым вице-премьером во временном правительстве, Алмазбек Атамбаев, курируя экономический блок в стране, разграбленный Бакиевыми, сумел вытащить экономику из острого кризисного пике. Снискав лидерские позиции среди своих соратников, он был выдвинут кандидатом в президенты Социал-демократической партии Кыргызстана в 2011 году и одержал уверенную победу в первом туре. За 6 лет президентского срока Алмазбек Атамбаев проявил себя как выдающийся государственный деятель, в президентство которого страна встала на рельсы устойчивого экономического развития, построения политической стабильности на базе демократических институтов и достижения энергетической безопасности. Кыргызстан стал защищать свой суверенитет и территориальную целостность, перестав платить за энергоресурсы участками своей территории. Кыргызстан приобрел свой всемирно известный бренд в лице всемирных игр кочевников. Электронная система выборов с биометрической защитой позволили проводить честные открытые выборы, признаваемые всеми международными наблюдателями. Про Алмазбека Атамбаева положительно отзывались даже его идеологические противники. После ухода с поста президента Алмазбек Атамбаев планировал полностью уйти из политики. Однако первые признаки реставрации семейно-кланового режима при Суаронбай Джейнбекове побудили его принять радикальные меры. Он жестко раскритиковал нежелание младшего брата президента Алмазбека Джейнбекова сдать свой депутатский мандат. Он также раскритиковал крепкие дружеские связи между Раимбеком Матраимовым, известным в народе как Раим Миллион, и Суаронбаем Джейнбековым, возникшие в бытность их совместной работы в Оржской области на руководящих должностях одного губернатором, второго начальником таможни. Алмазбек Атамбаев неоднократно повторял, что сегодня Матраимовы находятся под прямой протекцией клана Джейнбековых, в связи с чем стал прямым противником президентского клана. Суаронбай Джейнбеков, чей первый указ когда-то сводился к награждению Алмазбека Атамбаева высшей государственной наградой Ахшумкар, через марионеточный парламент, контролируемый его младшим братом Алмазбеком Джейнбековым, сделал все, чтобы, поправ все конституционные нормы и придав закону обратную силу, снять с Атамбаева неприкосновенность и арестовать его средь бела дня во время выступления гражданских активистов в конференц-зале на территории его резиденции. Все это вылилось в массовый террор, учиненный правоохранительными органами 7-8 августа над сторонниками Атамбаева и местным населением. Сорумбай Джейнбеков сделал все, чтобы заставить замолчать человека, который 10 лет назад был лидером Апрельской народной революции и посмел заявить о попытках реставрации семейно-кланового режима и покровительстве Матраимовым. Экс-президент Алмазбек Атамбаев сдался властям 8 августа и сегодня находится в СИЗО ГКНБ. Алмазбек Атамбаев из своих личных средств построил мечеть, посвященную жертвам 7 апреля, и всячески оказывал помощь семьям, потерявшим родственников во время событий 10-летней давности. Многие из нуждающихся родственников, погибших 7 апреля 2010 года и раненые во время апрельских событий, получили финансовую помощь и жилье. Алмазбеком Атамбаевым были созданы также телеканал «Апрель» и благотворительный фонд «Апрель», получивший свое название в честь Апрельской народной революции. Сегодня офис телеканала «Апрель» арестован, а его выход в телеэфир запрещен военной прокуратурой. 10 лет апрельской народной революции. Хороший повод задуматься, что нам праздновать. Крушение семейно-кланового режима не получится. Он реставрирован и стал еще более жестоким. Чествовать героев не получится. При этой власти их судят. Через 10 лет народ стал свидетелем предательства идеалов Апрельской народной революции братьями Джинбековыми.